здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня как и обещала первое очень важное видео это база свитера по которому мы будем вязать варианты других это уже готовая схема то есть вступление я снимаю уже после того как связала его вот работать мы будем по вот этим вот схемам здесь вы видите размеры я еще ее промерю в сантиметрах эту схему дополню и выложу instagram может перерисую просто покрасивее выложил instagram и вконтакт так что буквально сегодня-завтра эта схема будет для вас доступ доступ чтобы она у вас была в удобном доступе да так что касается пряжи девчонки я вижу как вы знаете из этой кто знает кто не знает из этой пряжи чешского производства вот купить можете по ссылке под видео я высылаю щехи вот состав 65 процентов акрил 20 процентов шерсть и 15 процентов махер метраж 50 граммов 139 метров то есть в 100 граммах 278 метров давайте я напишу 39 метров потому что я на пляже уже останавливаться не буду далее в следующих видео 139 метров 100 граммов вот что хочу сказать на по поводу пряжи соответственно ориентировочно вот этот вот метраж если пряжа будет тоньше это паукиночка получится что очень модно сейчас важно соблюсти как бы спицы и плотность вязания вот это уже на ваш выбор либо вы покупаете вот эту вот ализе разные ангуры как у которых метраж 500 метров и вяжите в два сложения вот это на ваш выбор так папа поводу пряжи разобрались вот количество пряжи на каждый размер вот я расписала то есть ставьте на по на паузу ищите свое и спицы спицы я использовала двух размеров одни у меня шесть с половиной миллиметров а вот эти вот четыре с половиной миллиметра или с половиной хотя мне кажется эти тоньше чем четыре с половиной не знаю почему-то визуально мне кажется что они тоньше написано четыре с половиной и шесть с половиной вот это то что я вязала ну вот по сути я все сказала по поводу спиц и вот две пары спиц тонкие на резинку и толстые на основное полотно по поводу пряжи сказала количество пряжи сказала теперь начинаем в этом видео еще раз повторюсь основа ссылка под видео будут в ссылке под видео будет в описании под видео будет плейлист ссылочка на плейлист конструктор свитер мохер конструктор и там будут разные варианты этого свитера который вы будете подбирать себе на на вот этой вот основе все девчонки начиная с того что набираю петли на резинку на спицы четыре с половиной миллиметра на тонкие спицы беру ниточки и набираем значит после резинки у нас добавление никаких не будет то есть вот это число петель у нас и останется я буду вязать размер м в этот раз и набираю 74 петли вот у меня 74 петли что касается набора петель девчонки если вы начинающего смотрите алиэкспресс если вы начинающий набирайте любым удобным для вас способом если вы уже продвинутые набирайте самым красивым на ваш взгляд да я набрала обычным способом рассчитывая на то что это видео для начинающий и далее продолжаю вязать и далее начинаю вязать резинка один на один не очень туго но и не свободно девчонки здесь уже ориентируйтесь на свои особенности как вы вяжете ту же или свободнее вот в любом случае это резинка и она растянется по фигуре то есть я продолжаю вязание резинка один на один одна лицевая одна изнаночная и так резинка девчонки вот в данной модели у меня 18 рядов резинки это 8 сантиметров но это не значит что все будет именно что все будет иметь такую ширину резинки значит 18 рядов я пишу 8 сантиметров вот потом в каждой модели я буду оговаривать вот этот вот момент теперь для последующего вязания я ничего не добавляю я оставляю тоже начальное количество петель просто перехожу на толще спицы 6 половиной миллиметра в диаметре и вяжу ими чулочную гладь лицевой ряд лицевыми петлями изнаночный ряд изнаночными петлями также смотрите я провязала 42 сантиметра это 66 рядов здесь хочу сказать девчоночки это все очень относительно вот эта длина от проймы потому что во первых это во первых вы разного роста во вторых разные предпочтения как бы предпочтение в длине кто-то попу хочет закрыть кто-то хочет открыть кто-то на середину бедра хочет значит вот эта часть от проймы вниз здесь мы корректируем длину у вас уже будет схема с сантиметрах полностью целая так что вы ориентировочно будете знать вот эту часть до проймы и вот эту часть вы здесь в этом месте корректируйте длину потому что почему я останавливаюсь на этом вопросе потому что вот когда я это платье вязала на тунику платье говорили что у меня получилось короткое да я согласна но учитывайте то что моя дочь на которой мы фотографировали у нее рост 175 сантиметров вот и если один девушка 160 сантиметров у нее это платье будет на середину колена вот и все и все решение девчонки понимаете поэтому длину вот правда учитесь учитесь корректировать потому что четкое понятие вот длины его нет у каждого она своя как бы идеальная длина поэтому девчонки мы и будем вязать все модели вот сейчас я вот это допустим зеленые серы у меня на эту длину все остальные модели то есть это как бы цифра от которой мы отталкиваемся да если мы берем за основу за базу вот этот вот свитер потом я все буду каждую модель оговаривать то есть корректировка коррекция длины на каждую модель вот на данную модель это так 44 сантиметра 66 рядов плюс 8 рядов резинка далее у меня начинается пройма вот здесь вот опять же у вас будет числа поставлены вот 5 5 6 6 7 7 то есть в лицевом ряду в начале и в конце ряда я буду в одной петле закрывать еще тоже хочу остановиться на этом моменте значит начале ряда после кромочной 2 петли вместе то есть сократили мы одну петлю да и кстати вот это вот вот эти все размеры сантиметр это уже после разутюжки так что тоже учитывайте этот момент вот видите я уже разутюжила деталь промерила и вам все показывает вот так что хочу сказать по поводу проймы пройма у нас не классическая как бы не классический вариант окат рукава тоже не классический вариант вариант я бы так назвала я посмотрела на вот эти вот цитера в магазинах как бы обратила внимание на эту пройму в большинстве случаев не говорю о всех но в большинстве случаев именно таким вот способом сделан как бы сделана пройма и сделана кат рукава поэтому я считаю он самый универсальный максимально как бы упрощенный и приближенный к вточному рукаву потому что вточной рукав угадать очень сложно и это очень индивидуально при этом же способе который я вам показываю рукав получается как бы вточной и как бы приспущенный то есть что-то среднее и здесь не надо точной линии окончания плеча чтобы угадать закатом рукава то есть такой вот упрощенный вариант поэтому я его и решила сделать здесь минимализированные риски того что рукав не сядет да он выглядит не немного спущенным и немного как бы и в то же время в точно им в то же время есть пройма вот так не довязала я три петли до конца здесь вот я вот так вот поворачиваю девчонки таким вот образом вижу две вместе и продолжаю таким вот образом делать изнаночный ряд без изменений а в лицевом ряду вот ваше количество петель на ваш размер схема у вас перед глазами и вот так вот вы вяжете продолжаете вязать что касается это задняя часть перед перед у нас плюс две петли потому что я вам объясню вот эту выемку как бы если вот так вот рисовать да вот это у нас будет спинка а вот это вот то есть к вашему числу вы добавляете две петли если у вас xss вы на спинке закрывайте по 5 петель с обеих сторон то есть всего 10 петель а на передней части вы закрываете по 7 петель потому что нам нужно как бы сделать перед немного уже вот и все девчонки поэтому вяжите 200 одинаковые детали но передняя часть у нас закрываем петли на 2 больше она получается уже чем задняя на 4 петли так девчонки хочу вам показать вот у меня спинка здесь связано здесь перед перед вот и вот она разница видите между спинкой и спередом две петли то есть вот так вот она выглядит вот настолько ужас передняя деталь все потому чтобы вот здесь избежать как бы складок да и вот далее сейчас на этом этапе вот я рассказываю сколько мне нужно для каждого размера количество рядов вот здесь вот у меня спинка здесь передняя деталь я соответственно остановилась на вырез вот здесь вот а здесь я провязала дальше на горловину сейчас я вам показываю сколько вот видите вот на схеме у нас сколько нужно вязать откроемый рядов и сантиметров для каждого размера вот они эти цифры соответственно видите вот я их разделила верху ряды ряды внизу петли вот такое количество рядов у вас должно быть и при этой плотности вязания и вот такое вот количество вернее и вот такое вот количество сантиметров сантиметрах может быть расхождение плюс-минус один сантиметр потому что очень сложно при такой большой плотности вязания вернее маленькой плотности вязания вычислить вплоть до сантиметра да это очень сложно на самом деле вот поэтому вот эти вот нижние цифры они ориентировочные так далее это цифра количество рядов до верха то есть готовая деталь в которую вшивается пройма соответственно для каждой модели я буду говорить от проймы сколько мы провязываем рядов до выреза горловины да это будет вот это число минус как бы количество рядов которые нам нужно для горловины то есть вот это еще раз повторюсь это общее число до плеча соответственно вырез горловины мы будем делать отдельно это база то есть деталь спинки мы вяжем до верху вот только рядов так мои хорошие далее едем дальше рукав вот 1 2 в общем рукав который мы вяжем без резинки да сейчас как бы вот это вот основа я даю на эти на эту этот подвид рукава который у нас будет с классическим манжетом а он будет поэтому по этой базе я буду оговаривать отдельное видео сейчас я я даю рукав как бы на именно на вот эти вот свитера то есть для начала мы на спицы четыре с половиной миллиметра набираем вот нужное количество петель и вяжем 2 2 ряда резинкой один на один вот далее продолжаем лицевой гладью вот видите я продолжила лицевой гладью при этом смотрим видео выбираем какую какой мы хотим рукав такую косу или косу или такую косу и вяжем именно свой узор на лицевой глади как же мы вяжем далее далее мы вяжем 30 рядов вот я уже написала ровно для всех размеров то есть это вот эта часть рукава он у нас удлиненный как бы этот рукав вот она она он здесь у нас прибавление нет то есть здесь рукав ровные прибавления идут примерно вот отсюда поэтому далее мы будем делать добавление вот они через 30 рядов независимо от того какой у вас узор через 30 рядов мы делаем начинаем делать добавление для скоса рукава для всех размеров это будет 10 добавления 1 2 3 4 5 ой 6 7 8 9 10 это это уже лишнее в общем неважно это образно 10 раз по одной петле в шестом ряду то есть цикл у нас идет через шесть рядов то здесь 5 и в шестом ряду мы добавляем вот что еще хочу сказать это у нас будет здесь у нас длина вот именно тут до проймы потому что здесь еще будет окат длина до проймы 55 сантиметров вот но это опять же цифра девчонки вы же поймите что длина рукава опять же у меня руки длинные да для меня классические длина я всегда везде в любых футболочках которые кофточках которые продаются я удлиняла рукав я на шивала манжет потому что руки длинные вот у кого-то руки короткие кто-то высокие кто-то маленький ростом поэтому корректируйте длину рукава либо уберите одно добавление уберите вот здесь вот кусочек да или здесь какая разница либо уберите с этого сектора где вот именно где он ровный то есть здесь провяжите не 30 а 20 рядов вот то есть корректируйте рукав еще общую длину я вам еще потом в процессе скажу то есть его и набрали нужное количество петель и вяжите ровно 30 рядов при этом выполняя здесь узор если это с узором рукав вот так идем далее девчонки вы когда вы дошли сюда до верха то есть вашу ваш вашу величину скорректированную да сейчас я вам измеряю сколько у нас еще вот здесь вот до верха приблизительно вот вот это вот число высота оката восемь девять сантиметров приблизительно вот для оката мы делаем вот что по три петли в начале каждого ряда вот смотрите мой рукав довязаны вот до до этой точки у вас там соответственно свое число то есть вот это набранное плюс 25 и теперь для оката все очень просто ничего не высчитываем для всех размеров одинаково мы просто закрываем в начале каждого ряда по 3 петли вот так вот 3 петли и вяжем до конца ряда в изнаночном ряду мы тоже закрываем то есть эти сокращения у нас будут и в лицевом и в изнаночном ряду при этом косу мы продолжаем выполнять еще пару раз у нас там оно получится так довязала я до конца ряда в изнаночном ряду то же самое вначале я провязываю 3 петли закрываю 3 петли 1 2 3 это и вижу до конца ряда то есть в начале каждого ряда мы закрываем до тех пор пока вот здесь вот на спицах у нас не останется приблизительно 14 16 петель видите то есть я закрывала закрывала закрывалась каждой с каждой стороны вот здесь вот раз два три 4 5 6 7 7 раз в размере м я закрывала 7 раз вот и пока у нас не будет вот эту центральная часть 13 16 петель письма вот так вот по 3 закрываем для пока то этот способ максимально универсальный девчонки то есть даже никаких подсчетов по сути только выбрать размер ширина рукава скорректировать длину а дальше все вот именно по этому принципу вот вот в принципе весь рукав наш девчонки не осталось нам собрать деталь это в этом видео я рассказала как связать все детали то есть основные детали в дополнительных видео девчонки смотрите эти эти схемы я скорее всего выложу в instagram и в контакт чтобы вам было удобнее вот остальные элементы декора головины рукава все остальное все что будет еще долго долго идеи и идеи рождаются каждый день поэтому это основа в этом видео все остальное в дополнительных видео как бы уже основываясь на эту выкройку все девчонки с вами была века школа рукоделия всем пока пока так девчонки и теперь дополнение вот смотрите у меня манекен на размер с с этими с размерами 90 60 90 вот этот вот свитер видите с этой косой он связан по размеру м то есть он большой на этот манекен не как фотография этого свитера на человеке будет соответственно дальше не переживайте в следующих видео я его сфотографирую на себе вот это размер м я просто вам показывать для того чтобы визуально понимали разницу между размерами вот он одет на тетю которая меньше размером так вот это вот свитер у меня размер она приблизительно 5 сантиметров между размерами в ширине разницы вот просто визуально вам показываю это другая модель но по той же вот и длина вот смотрите длина довольно для поэтому корректируйте по себе длину но в принципе все основу я разобрал вот видите здесь и горловина другая вот она стоечка как в этом свитера который мы смотрели вот и и рукав другой вот все девчонки второй раз прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока